А я приглашаю сюда нашего следующего спикера, руководителя группы профессиональных дисплеев компании Digis, постоянного участника наших встреч уже. Добрый день. Екатерина, здравствуйте. Вам как специалисту по системе отображения, по дисплеям, возникает такой вопрос. Вообще в любом помещении дисплей является таким центром организации пространства. Мы не можем сидеть спиной к дисплею, мы не можем дробить помещение на части. Если у нас на одной стене висит дисплей, то понятно, он задает и возможности вот этого дробления этого помещения. И получается, что при всей своей необходимости такой дисплей становится неким таким ограничением в этом пространстве. Что современная наука думает по этому поводу? Касаясь науки по светодиодным экранам, можно сказать, что как раз вот этот тренд на трансформируемость многофункциональных залов привел к тому, что стали появляться светодиодные экраны, так называемые «все в одном». То есть это светодиодный экран, который мы устанавливаем на мобильную конструкцию. Он не прибит гвоздями к стене, мы можем его трансформировать. Если даже это требуется, мы можем выставить его вне зала. Ну, обычно это редкая задача, но такая возможность есть. Вот в целом вот этот один из трендов. В какую диагональ мы можем предложить? В плане мобильного решения эта диагональ от 110 дюймов до 220 дюймов. Ну, 220 – это уже достаточно большой экран, достаточно тяжелый, поэтому на этой диагонали все-таки я больше рекомендую устанавливать его фиксирование. С диагональю мы определились. Здесь был вопрос про вес. Актуально его сейчас обсудить? То есть если это максимальная диагональ у нас 256? Вообще, самая максимальная, 299 – это ультрадлинный экран. Для более-менее мобильного, возможного для передвижения, это, соответственно, 165 дюймов. Вопрос тогда, который у меня назрел уже. Все в одном. Что еще все? Да, по его особенностям. Самая первая особенность – это отсутствие, практическое отсутствие коммутации. То есть мы можем к нему прицепить какое-то оборудование дополнительно, у него есть для этого необходимые порты. Но у нас, как правило, есть встроенный бьет и встроенный режим мультиоконности, который позволяет нам выводить до четырех окон одновременно с четырех разных устройств, в том числе по беспроводу. У нас есть встроенная акустика, две колонки по 30 ватт. Он эстетически достаточно красив. Тоже об этом обсудим. У меня есть фотография, как это выглядит. Самое интересное, что есть конкретно у этого решения, которое есть у нас на складе от компании Q-Stack, по крайней мере для меня, как для дизайнера в будущем, настоящем, как для девушки в целом, он очень красиво и эстетично выглядит и смотрится в пространстве. То есть это действительно похоже на законченное, продуманное, настоящее решение «все в одном». И по характеристикам по шагу пикселя также есть такая вот табличка. С экранами «все в одном» мы переходим от понимания шага пикселя к пониманию диагонали и разрешения. То есть эти экраны доступны в разрешении Full HD и чуть меньше в HD разрешении. Также они доступны в разрешении 4К, но 4К пока только на 220-й диагональ. Да, и про вес. Ну, здесь и про вес. Все вопросы, которые были заданы в чате, как раз я вот почему не хотела отвечать на них, вот здесь все прекрасно написано. Про вес давайте дополним, что он же устанавливается на какое-то основание, которое мобильно, то есть у него есть возможность... Да, выглядит это примерно таким образом, то есть он находится на колесах на мобильной стойке. Собирается буквально один час. Одна из как раз таких особенностей, что не нужна абсолютно никакая экспертиза в работе со светодиодными экранами. Это самое основное. По большому счету это такой модульный большой LED-телевизор, который и по функционалу даже уже оснащен колонками. Это наверняка сбылась мечта многих-многих-многих пользователей, потому что отдельно заниматься разработкой звука достаточно сложно. Он может применяться в любом типе помещений? Как он взаимодействует с видеокамерами, у него разрешение достаточно? В целом, любой экран, мне кажется, можно поместить абсолютно в любое помещение. Главное, кстати, здесь мы можем уже перейти к второму тренду в оснащении многих функциональных залов. Все чаще и чаще мы встречаемся с запросами на постоянство использования видеокамер, на постоянство видеосъемки в данном помещении. То есть либо это какие-то ПТЗ-камеры, либо это профессиональная киносъемка. Приезжают люди со своими камерами, тестируют оборудование на соответствие экрана и камеры. Здесь очень важно понимать, что экраны должны соответствовать определенным характеристикам, заявленным определенным характеристикам для того, чтобы экран достаточно хорошо выглядел при съемке, при трансляции, и он не мешал и не забирал на себя внимание зрителя. То есть он не отвлекал от основного накладчика, от спикера. Ну, вообще, по дизайну этого решения можно сказать, что он не только впишется во многие проекты, но и станет их украшением, наверное. Это можно совершенно смело сказать при полном отсутствии рамок. Да, к нему можно установить камеру, ну, обычный какой-нибудь бар, видеобар. То есть никаких проблем с этим нет. То есть действительно монитор очень большой, безрамочный, максимально большие диагонали, максимально яркий, максимально контрастный, мобильный. Все устройства, которые вы используете с обычными панелями, с интерактивными досками, также могут быть использованы вместе с ним. У него для этого есть большое количество портов, большое количество разъемов для управления. У него RS-232. То есть все варианты, все варианты есть. Вот такой красивый дизайн. Производитель этой компании US-Tech. Достаточно большой, крупный производитель, которая на текущий момент сфокусировала все свое направление, весь свой взгляд и всю свою разработку на как раз производство all-in-one экранов. Мне очень нравятся они по качеству, по функционалу, который они делают. Более того, что компания принадлежит к группе компаний CVTE. CVTE, если кто-то сталкивался, знает, это крупный производитель интерактивных досок в Китае. Соответственно, они перекладывают все свои разработки, все свои исследования на логику светодиодных экранов. Все в одном. То есть если сравнивать несколько светодиодных экранов разных производителей по технологии, все в одном, можно заметить, что у Q-Tech свое, как будто бы свое понимание, свое видение, как это должно быть. Екатерина, здесь, знаете, я бы не хотел, чтобы у аудитории, особенно у, может быть, кто-то из числа заказчиков у нас присутствует, возникло такое ощущение, что это, наконец, технология, которая отменяет все, и в том числе роль интегратора, что невозможно сделать ошибку, потому что дома пользоваться телевизором умеют все. И здесь я бы вас попросил прокомментировать все-таки эту особенность, что все-таки это профессиональный дисплей, который используется в определенных бизнес-задачах, скажем так. И здесь вопрос тогда мой прозвучит так. Какие ошибки при оснащении вот таких многофункциональных залов, которые мы сегодня обсуждаем, чаще всего вам попадаются как специалисту? Я хочу заострить свое внимание на том, что необходимо четко понимать задачу и под нее конкретно уже подбирать систему отображения. У нас есть один кейс, это сельскохозяйственный производитель, для него нужно было в большой конференц-зал подобрать систему отображения. И выбор стоял между панелями и между светодиодным экраном. Им очень понравился светодиодный экран, он яркий, он контрастный, у него нет стыков, нет швов, он не бликует. А все прекрасно, проект шел-шел-шел. Тестировали отображение различного контента на этом. И в итоге выбрали профессиональные панели. Почему, спросите вы? Потому что они тестировали контент, когда над полем распыляется какое-то средство, не сильно в сельском хозяйстве, но вот распыляется облако какого-то аэрозоля. И его было лучше видно на профессиональных панелях, чем на светодиодном экране. Вот им гораздо больше понравилось, как именно это облако смотрится на данной системе отображения. И поэтому важно всегда понимать, а что конкретно хочет заказчик. Потому что если он хочет, допустим, чтобы у него был великолепный звук, чтобы акустическая система какая-то была достаточно хорошая. Тоже, кстати, не сильно в акустике надо подтянуться, чтобы оперировать правильными терминами. То здесь мы используем просто там систему отображения в виде панели либо светодиодного экрана и отдельно делаем акустику. Это вот касаясь того, что если использовать, допустим, экраны все в одном, везде, где только можно, ну, скорее всего, в какой-то момент возникнет вопрос, а что со звуком? Да, хочу звук другой. И в итоге, может, вообще звук только хотел, чтобы у него был экран просто обычный. Вот здесь вот важно понимать задачу. Очень интересный кейс. То есть получается, что на LED-экране облако распыляемого, распыляемого этой аэрозоли, малозаметно. Ну да, вот как мы видим, мы хотим видеть его вот так. Его было видно даже лучше, чем глазами человека. Ну, там какие-то свои особенности. Как у LED-экранов с совместимостью с видеокамерами, которые приносятся в зал? То есть это не профессионально, а, видимо, имеется в виду, что человек снимает на свой телефон или еще на что-то. Присутствует какое-то мерцание у них? Конкретно у этих экранов нет, но обширно, да, также отвечу на этот вопрос, что важно понимать по светодиодным экранам, что они должны соответствовать требованиям по сканрейту, предъявляемым к этим экранам. То есть чем ниже сканрейт, то есть чем ниже драйверов обслуживают количество светодиодов, тем лучше. И по частоте обновления. Чем выше частота обновления, тем лучше. И шаг пикселя, чем ниже пикселя, тем лучше. Соответственно, при съемке на камеру очень часто сталкиваемся. Кстати, вот как раз относительно ошибок в использовании светодиодных экранов. Очень часто спикера сажают к светодиодному экрану очень близко. И в этом случае очень сложно при фокусе оторвать спикера от фона. А, как мы знаем, экран, он сделан из светодиодов. Это сетчатая структура. Из-за этого он, ну, производит муар. И для того, чтобы его не было, используем маленький шаг пикселя, низкий сканрейт и отрываем человека от фона. То есть сажаем его как можно дальше, насколько это возможно. И желательно, чтобы экран был немножко в расфокусе. Для нас это будет незаметно, как для зрителя, а экран, соответственно, перестанет муарить. Еще один вопрос. Какой гарантийный срок? Кто осуществляет сервисное обслуживание? Смотрите, гарантийный срок сервисного обслуживания осуществляется конкретно брендом. То есть здесь гарантия от бренда. Также у нас есть свой сервисный центр. Но я думаю, это вопрос для довольно длительного обсуждения вне. Если есть какие-то вопросы по сервисному обслуживанию, вы можете ко мне обратиться. У LED-экранов есть определенные тонкости с настройкой, с ротацией кабинета в ходе срока службы. Как быть... Смотрите, решение фиксирования, но кабинеты и модули мы можем менять местами. То есть, в принципе, по обслуживанию и по сроку службы, по техническим нюансам, он ничем не отличается. Но здесь просто какой максимальный срок службы? Максимальный срок службы... Много раз, кстати, об этом говорила. Это 100 тысяч часов до потери 50% яркости. Это стандарт. У практически всех светодиодных экранов, честно говоря, не видела меньше ни разу. То есть они просто тускнеют. Не происходит ни моргания... Они, скорее всего, морально устареют, чем выйдут из строя полностью. Ну и давайте резюмирующий такой вопрос, что наиболее все-таки важно в оснащении таких залов понимать заказчик. Самая главная роль заказчика – это грамотно описать свои хотелки, что я хочу получить от этого зала. А интегратор – разобраться в его хотелках и переложить эти хотелки на реальные системы. Потому что обычно, как бывает, заказчик хочет все и сразу. У меня будут здесь и концерты, и выступления, и кино буду снимать. Прямо в одном зале все это будет. А грамотный интегратор грамотно опрашивает, собирает это все. Обычно это всего лишь 2-3 вариации. 4 максимум вариации использования зала под конкретную задачу. И уже подрабатывается оборудование под первую вариацию, под вторую, под третью. Какое-то оборудование пересекается. Как мы говорим о многофункциональных же залах. Обычно это конференция, это какие-то лекции обучения и корпоративные мероприятия. То есть вот это вот 3 вида мероприятий. И под них, соответственно, формируется пул оборудования, который будет использован. Интегратор должен строить систему с возможностью ее развития. Или есть задача и точка. Это вопрос, кстати. Интегратор должен строить систему с возможностью ее развития. На мой взгляд, нужно учитывать то, что все трансформируется, система трансформируется. И если, допустим, ты работаешь с заказчиком, который хочет, чтобы заказчик был к тебе лоялен, то необходимо предусмотреть, что, допустим, через несколько лет, возможно, он захочет что-то себе обновить, что-то себе переделать, что-то добавить, убрать. И в этом случае он обратится, возможно, к тебе же, и тебе же потом с этим разбираться. То есть нужно понимать, что необходимо оставлять возможность развития, и возможность модернизации таких залов. Ну и, наверное, только интегратор, наверное, может быть в курсе такого понятия, как жизненный цикл продукта. А он может быть достаточно разный. И когда заказчик не имеет информации, в силу того, что он не разбирается профессионально в этом предмете, приходит через 5 лет за обновлением, а выясняется, что, в принципе, цикл жизненного продукта тоже закончился, и обновить его практически невозможно. То есть вот такие аспекты, они касаются исключительно профессиональной среды. В бытовой сфере мы никогда такого не увидим. Бытовой телевизор обновлять никто не будет, просто люди купят себе новый. А здесь все-таки это инвестиции, инвестиции в бизнес, их там довольно много. Здесь очень важно понимать, и принимать в внимание тот факт, что очень много параметров, которые вы, как заказчик, можете просто не знать. Я никогда с этим не сталкиваюсь. Поэтому даже при том, что появляются такие очень интересные решения, то есть для многих, наверное, это мечта большой LED-телевизор на колесиках. Да, один из сегментов, это как раз домашка, использование в домашних кинотеатрах, светодиодные экраны, там тоже присутствуют. А вот вопрос такой, уже может быть, за рамками тематики. Что он, чем он будет лучше в домашнем кинотеатре, чем проектор? Может быть, по соотношению цены, яркости или... Смотрите, вот если не брать во внимание, что я работаю со светодиодными экранами, да, вот мое персональное мнение по поводу этого. На мой взгляд, проекция все же лучшая для домашнего кинотеатра, так как это все-таки отраженный свет. Это не... Ты очень долго смотришь на этот телевизор, возможно, смотришь на него, скорее всего, в полной темноте. Это очень вредно для глаз, это синее свечение. Большое количество производителей сейчас действительно с этим борются, светодиодных экранов. Они стараются уменьшить воздействие на человеческий глаз, убирают спектр синего цвета, вот этот, который самый вредный. Но пока еще, на мой взгляд, проекция это лучше для домашнего использования в плане просмотра кино и каких-то вещей. Ну и, наверное, более кинематографично это выглядит. И, конечно, наверное, нужно принимать во внимание, что светодиодный экран в основном проектируется не для работы в темноте, а, наоборот, для того, чтобы его было хорошо, четко и ярко. Да, как раз на улице. Вот у нас, у меня был такой кейс, это уличный кинотеатр, домашний уличный кинотеатр. Вот там светодиодный экран прекрасно себя чувствует, он мало того, что еще выдерживает низкие температуры, то есть здесь с проектором было достаточно сложно, потому что тут всепогодное нужно было решение. Здесь, да, здесь в целом можно рассмотреть как вариант. Ну что ж, это еще один фактор в пользу того, что нужно обратиться к интегратору, прежде чем браться за реализацию своих хотелок, даже несмотря на то, что многие технологии уже выглядят так же просто, как домашний телевизор. Ну что ж, Екатерина, большое спасибо, как всегда, очень интересно. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо всем, до новых встреч. Три.